Всем привет, меня зовут Натин Шмаффин, мы продолжаем проходить хуках хейс, продолжим, какой у нас там день седьмой, загрузиться, ну конечно же, продолжаем накуривать наших посетителей. Сегодня начинается неделя с открытия лаунжа. Так, мне кто-то написал, где там ваши... Звучит очень здорово. Написала она мне в комментах на мое блюдо дня. Нет, у тебя есть какие-то новые сообщения, ну что ты там написала прям, где ты? Вот ты. Могу я взять тебя в друзья? Это заставляет меня чувствовать себя кринжово. Да, ты можешь говорить со мной как с другом. Мы с тобой, с тобой друзьяшки. Друзьяшки сегодня мы с тобой, да и завтра, и послезавтра, и навсегда. Так, только неделя осталась. Что ж, нужно сфокусироваться на магазине. Да, у нас же, что называется, через недельку мы сдохнем. Ой, ой-ой-ой. Что случилось? Что там творилось? Почему закрыть ничего не могу? А, нужно выбрать спешл, это она про это? Выбрать спешл. Давайте, соммер пати. Все, я все запустила, меня теперь выпустила сюда. Да, спасибо. О, подождите. Должна же я написать что-то в... Должна ли я что-нибудь написать по поводу отпразднования недели лаунжа? Вот она как хочет сказать. Нет, это глупо. Неделя... То, что магазин открыт всего неделю, это не такое же большое дело. Кроме того, лучше поторопиться и повесить знак открыто. Здорово, питы. Бонжур, намасте, бонсуэра. Один кальян, пожалуйста. Что? Но мы же еще даже не открылись. А, нет, там оно еще другое сказало. Короче, говорю я, что я сказала добрый вечер на трех разных языках. Нифига ты не поняла меня. А, я сегодня немного задолбалась с посетителями, так что извини за такое неловкое приветствие. Ясно, извини, я немного проветрю свою голову. Какой сегодня вкус ты хочешь? Я бы хотела остренько, но ты должен мне дать что-нибудь с, видимо, каким-нибудь фруктовым вкусом. Ясно, пожалуйста, садись. И подожди. Спасибо, Данки. Хе-хе. Она хочет остренько, но при этом... Я услышала спасибо. Возможно, она сказала это трижды. На разных языках. Упендривается, что знает языки. Нам, короче, нужно спайси что-нибудь. Спайси. Спайси. И, баверюш, что это будет? Будет новый вкус. Ну-ка, давай. Что будет? Что за вкус появится? Жасминовый чай. Вот это нифига себе вкус у нас какой. Спасибо за ожидание. Вот твой жасминовый чай. О, спасибо. Спасибо. Вкусно. Этот микс очень вкусный. Прямо как я люблю. Рун-рун, ты действительно гений? Конечно же я гений. Ты как думала? Я рада, что тебе понравилось. Пожалуйста, наслаждайся. Спасибо. Буду наслаждаться. Поднорбек потыкаю. А что, у меня только одна будет девка приходить. Где остальные девки? Мисс Кокора, ты умеешь говорить на других языках, кроме японского? Мой английский не очень плох. Но на других я могу сказать только приветствие. Как Джай Джан или Джай Лугуа. Звучит просто удивительно. Где ты все это выучила? А, или мне лучше спросить нигде, а как? Ой, да это не такое уж и большое дело, говорит. Я просто слышала произносения от носителей языка по всяким видосам и просто их повторяла. Просто добавляла немножечко разные интонации для различий. Ты имеешь в виду, что разница в произношении, ну, в интонации, типа, работа в прогрессе, ты можешь сказать, работа в прогрессе, что-нибудь такое. Нет, я не об этом. Похоже, я ошиблась, говорит Тору. Извини меня, но время менять угли. Я заберу тебе кальян. Ой, да наконец-то, пожалуйста, сделай все хорошо. Я сделаю как можно лучше. Смена этих углей. Они опять начинают что-то говорить, какую-то ерунду. Давай сюда. Есть еще какой-нибудь другой способ сказать кальян? О, ты разве не должна знать это лучше, чем я? Ну, просто как название магазина. Ясно. Ясно. Я не особо много-то знаю языков и вообще не... Моя коллега в магазине сказала... О, так это мультинациональное место? Нет, это просто обычный магазин, где работают все, кого взяли. Я бы так не сказала, но у нас есть работники разных национальностей. Мы заботимся о необычных продуктах в нашем магазине. Менеджер иногда нанимает местных, чтобы продавать продукты. А, правда? Как мне сказать это? Честно говоря, это звучит немножечко нелегально. Ты не думаешь? Атмосфера, ну, немного... Не особо, но он вроде бы не нарушает никаких законов. Возможно. Пожалуйста, не говори страшных вещей. Точно, я думаю, что... Они добавляют слишком много. Я буду добавлять 3. Потому что когда я добавляю 2 или больше, все и не так. Вот, все твое. Спасибо. Что, угадала? Вкус не сожжен и... Курица очень чиста. Дым очень мягкий. 5 звезд этому заведению. Я рада это слышать. Пожалуйста, дай мне знать, если будет слишком сильно. Да, спасибо. Выглядит словно ей нравится то, что я сделала. Я буду стараться в следующий раз оставлять ее счастливой. Эй, Рун-Рун, могу я тебя просить об одном странном вопросе? Да, конечно. Что такое? Давай представим, что ты замужем, и у тебя есть ребенок. Если бы у тебя был выбор между твоим партнером или твоим ребенком, кого бы ты выбрала? Кого бы я выбрала? Я не знаю. Этого я и ожидала. Позволь, перефразирую. Что, если оба из них тонут, и тебе нужно спасти только одного? Это действительно очень трудный вопрос. Это просто сценарий, что если бы бы. Так что не думай слишком сильно об этом. Ты так говоришь, но... Она, конечно, говорит все это очень легкомысленно, но я не думаю, ну... Мне не кажется, что она шутит или что-то такое. Если бы это была я, я бы сначала спасла своего ребенка, говорит Тору. Почему? Это потому, что он твой кровный родственник? Нет, не поэтому. Я просто хочу быть добра к партнеру, кто может защитить своего ребенка. Таково уж мое эго. Подожди, что-то я не поняла. Так надо сказать, что спасти ребенка хочет. Да. Все правильно я поняла. А, нет, я просто хочу быть хорошим родителем, кто может защитить своего ребенка. Вот. Я неправильно прочитала, я припутала партнер и родитель. Таково ж мое эго. Тогда последний вопрос. Что если ребенок вырастет и будет чувствовать вину за свое выживание? Ты все еще будешь выбирать свой выбор? Да. Я не знаю, типа, что там будет, как будет чувствовать себя мой ребенок, но я не отказываюсь от него и буду о нем заботиться и в целом. Какого хрена? Я спасла своего ребенка, потому что хотела, чтобы он жить. Правда, что. Посмотрим. Это довольно мило. Я завидую твоей будущей семье. А я вот на самом деле с ней не согласна. Я бы, если бы у меня был выбор спасать партнера или ребенка, я бы выбрала партнера. Потому что найти хорошего партнера довольно сложно. И этот человек, который тебе близок по духу, по мышлению, там, не знаю, еще по каким-либо причинам. Если не берем какие-нибудь, там, не знаю, меркантильные материальные причины, то это, скорее всего, человек, который тебе близок по духу, который дорог твоей душе. А ребенок еще неизвестно, какой вырасти. То есть, понятное дело, что тоже это очень важная вещь в твоей жизни. Но какой человек он будет, неизвестно. Потому что, мало ли, там, я не знаю, не уследишь за ребенком. Вполне возможно, что он может связаться с плохой компанией, делать какие-нибудь плохие выборы, там, не знаю, заболеть, умереть, еще что угодно. Поэтому, если бы у меня был выбор, ребенка нового можно родить. А вот найти хорошего партнера такого же, еще не факт. Так что, я бы выбрала партнера на таком вопросе, что называется. Такое мое мнение. Я завидую твоей будущей семье. Завидуешь? Да, я думаю, что это довольно мило. Что вы там тонете где-то, и нужно еще выбирать, кого спасти. Если бы ты была моей, видимо, если бы это была ты, я бы чувствовала, словно ты всегда остаешься на моей стороне и поддерживаешь меня в течение трудных времен. Ну, раз ты так говоришь, это заставляет меня чувствовать себя счастливой. Я, если честно, сирота, и у меня нет никого, кого бы я могла называть семьей. Ой, она что-то расстроилась. О, ну я смотрела телешоу, и так что я знаю, как семья вообще выглядит. Ну, это, возможно, для меня это все равно, что изучать знания о другой культуре или смотреть видео. Ну, типа, все равно, что изучать знания о другой культуре по видео. Видимо, она говорит, что семья для нее не знакома. И... Так что для меня это как концепт инопланетян или что-то такое. Подожди, у тебя, правда, нет никакой семьи? А, ну да, я была брошена еще ребенком, так что я не знаю ничего о своих родителях. Я не росла в плохом окружении. Так что они... Да и они были очень от меня далеко. Но иногда я все еще думаю, что если бы я выросла с матерью и отцом? Извини, сейчас она расплачется. Я не хотела сказать что-либо, что... Я не хотела сказать что-то такое, даже если ты станешь безумной или будешь ненавидеть меня. Я сказала несколько ужасных вещей, разве нет? Я так-так извиняюсь. Я продолжаю говорить вещи, словно бы... Было бы лучше, если бы... Мы не были семьей. Ну, типа она рассказывает о своих проблемах и переживает, что она, типа, тут... Рассказывает про семью, А у... Барменша семьи нет. Я такая тупая. Да нет, ты просто анима девочка, что подумаешь? Пожалуйста, не вини себя за это. Ты меня совершенно не смущаешь и не обижаешь. Ты не тупая. Твои чувства... Возможны, мисс Коккера. Рун-Рун, ты просто восхитительна. Я уверена, что... Ты прошла через многое. Если бы это была я, у меня бы не было возможности это пережить. Но ты не смотришь в прошлое и живешь настоящим. Мисс Коккера, я не настолько удивительна, как вы думаете. У меня была возможность открыть этот магазин, потому что... Меня поддержало множество людей. У меня нет возможности сделать что-либо или жить, как я хочу. Или жить моей собственной жизнью. Ты слишком... Не знаю, что такое хамбл. Какое интересное слово, хамбл. Минутка перевода, как говорится. Изучаем английский. С вами мы девочками. Хамбл это скромные. Скромные. Ты слишком скромная, Рун-Рун. Ты... Ты не двигаешься... Ты куда-то не двигаешься, потому что из-за других всех. Правильно? Ты просишь помощи только у себя самой. Нет, это неправда. Это все благодаря моему доктору и предложению, которое он мне сделал. Я... Надо как-то свернуть этот разговор. Я не могу сказать, что это просто было мое последнее желание. Ты можешь не чувствовать всего этого. Не имеет значения, как сильно много тебе помогают. В конце концов, все это благодаря тебе. Ты можешь... Дать себе пару кредитов. Ну, типа, имея в виду, что простить себя немножечко. Не наседать на себя так. Если ты так говоришь, тогда ты тоже можешь так с собой поступить. В конце-то концов. Хе-хе. А почему ты смеешься? Да просто. Я просто вспомнила... Что такое скит? Скит это рыба такая большая. А что такое скит, я не знаю. Рыба. Это не рыба, мы попытающие. Пародия. Скит это пародия. Я просто вспомнила пародию, где два человека продолжали давать друг другу комплименты и были очень скромными. Пародия? Ты что, серьезно? Извини, я просто... Хе-хе-хе-хе-хе. Эй, я начинаю риситься. То, что я сказала, реально тебя не беспокоит? Да нет, оно меня совершенно не беспокоит. Все со мной нормально. Конечно, иногда я чувствую себя одиноко, но я быстро прихожу в себя, сравнивая с прошлым. Я думаю, что это потому, что я начала свой лаунж кальянную. Так что я не чувствую себя больше одинокой. Теперь я могу общаться с разными людьми, я чувствую себя спокойнее. Это очень важное место для меня. Ну, кстати, это да, это очень классно, когда есть какое-то место, особенно которое ты сам организовал. То есть, у нее уже было последнее желание как раз таки в том, чтобы общаться с людьми по интересам, быть как дома в каком-то месте. И мне кажется, какое-то место, которое ты можешь сам организовать, такое-то очень классно. Ясно? Это здорово иметь такое место. Я желаю, чтобы я тоже могла найти место, к которому я буду принадлежать. Ну да, найти свое место в жизни, ну то есть, не обязательно какое-то метафорическое, а просто действительно какое-то реальное место, куда ты можешь пойти, с кем-то поговорить и чувствовать себя как дома. Это очень-очень круто. Я уверена, что ты найдешь очень прекрасное для себя место, мисс Кокора. Я за тебя болею. Я за тебя болею, девка. И все у тебя получится. Место, которым я принадлежу. Если бы я могла нарисовать пейзаж, это было бы белоснежно-белый город в море. Звучит очень здорово. Поскольку все стены были бы белые, пейзаж бы менялся по цвет неба. Это так интересно. Да, так и есть. Для примера, огни домов смешивались бы в ночном небе, словно звезды. О, это так здорово. Почти как сказка. Точно, очень здорово. Ход спринг. Спринг весна. Ход горячая. Может, ход спринг это какое-то выражение? А, это горячие источники. Да, понятно. Подожди, мы сейчас обе звучим, словно мы сидим в горячих источниках и болтаем. Да, мы похожи на бабку и детку. Эй, мы все еще молодые. А, ну, честно говоря, я уже в том возрасте, когда я немножечко выпадаю из моды. Ха-ха. Кстати говоря, я... Мне же почти скоро 30 лет. Честно говоря, я не думала, что я проживу так долго. Ничего себе, 30 лет? Она в 30 лет выглядит, да, хорошо. Можно и помирать, как говорится. О, кто-то приперся. И кто это был? А кто-то стоит напротив двери. Давайте проверим. Давайте проверим, кто приперся. А, это ты. Здорово. Привет, Тору, моя спасительница. Привет, я не думала, что я заслужила называться для кого-то спасительницей. Ну, ладно. Эй, ну, типа... Ты тут ничего не решаешь, а я решаю. И я думаю, что ты заслужила почетную медаль. Так что я слышала, что ты сказала тому чуваку. Что происходит? О чем ты думаешь? Это то, что ты думаешь? Она свободна делать и думать то, что ей нравится в ее жизни. У тебя что там, смена закончилась, Мисаму? И ты приперлась сюда? Она не из тех, кто должна быть 24 на 7 той, чего от нее ожидают. Я не представляла, что ты можешь слышать меня изнутри в магазине. Куча моих фанатов частно вынимают меня, только интересуясь моей персоной горничной. Я люблю это, когда ты... Или мне понравилось это, когда ты выкинула моего фаната. А я теперь не... Ну, а я... Ты... Я... Мне нравится то, что ты представляешь из меня больше, чем просто какую-то... Горничную, как на моей работе. Вот какой-то такой смысл. Ты так много принимаешь. Ты принимаешь всех. Я не знаю, как сказать. Принимающая личность. Вот поэтому я сюда и прихожу снова. Тихи? Разве это не звучит так, словно ее фанаты донимают ее после работы слишком часто? Нон-чалант. Ничего себе, вот это слово. Нон-чалант. Беспечный. Я обычно, когда слова не знаю, я беру тетрадку какую-нибудь, записываю английское слово и перевод. И что называется это? Заучивай. Вот, все учим и записываем нон-чалант, потому что это беспечный. Она вела себя беспечно насчет этого, но я не могу продолжать беспокоиться. Тора, у тебя есть местечко для меня? Да, конечно. Какой вкус ты хочешь сегодня? Сегодня я хочу получить самый вкусный кальян. Конечно, дай мне пару минут, и я дам тебе все, что тебе надо. Она побежала за мной, как всегда. Убежала нахрен. Подожди, я готовлю. Свет. Так, она сказала, самый вкусный. А может, что-то новое ей добавить? Это что ее-то? Кофе и чай, вон. Прикольно же. Кофе, чай и очень десертно. Короче, я изготовлю ей что-то новое, а то она будет одно и то же есть. Вон, Хэллоуин. Хэллоуин я сейчас изготовила. Ей понравится. Все, пусть не возникает. Вкусно. А вот, смотри, я смиксовала для тебя Хэллоуин. А, я так хочу попробовать. Так, и что? Только пару скажешь, что не понравилось. Вкусно и вкусно. Мне очень нравится. Это прям под меня. Я очень рада это слышать. Наслаждайся. Тихи? Спасибо, Тора. Хия, Коко. Снова встретились мы тут. Приятно тебя снова здесь увидеть. О, ты сделала мой день. Мой день наконец-то сделан тем, что кому-то было посчастливилось меня увидеть. Кто-то счастлив, увидев меня. Ты такая милая, Амубан. Амузайчик. Тихи? Ты напоминаешь мне мою сестру. Так что я тебя люблю абсолютно так же. Что-то она заплакает. Что-то заплачет сейчас. Эй, что не так? Ничего, я просто была удивлена, что услышала, что у тебя есть сестра. Да, я угадаю. Ты... Сиблинги. Кто такие сиблинги? Сиблингс. Сиблингсы? Это братья и сестры. Все сразу. По слову я гадаю, ты сама младшая из своих братьев и сестер. Фига себе, это как удобно. Есть целое слово, чтобы обозначать не... Ну, не говорить брат и сестра, а сразу обозначать твоих родственников. Бинго! У меня есть сестра и брат. Все они старше меня. Моя сестра женилась... Ой, вышла замуж. И теперь я единственная, кто... Я теперь вижу ее только на выходных иногда. Я очень скучаю о ней все время. Она супер крутая, супер здоровская. Ммм, твоя сестра уже вышла замуж. Это... Так здорово иметь большую милую семью, любящую семью. Мисс Кокура выглядит очень грустной. Извините, а разве... А, извините, это время менять угли. Могу я забрать твой кальян? Да, да, да. Время, время, тук-тук! А, да. Тук-тук-тук! Это утро! Время всрассыпаться! А, ну сейчас же ночь. Подожди. Или ты когда проснулась вообще дома? А-а-а... Бинго! Понкичи разбудил меня прямо сейчас! Но я обычно использую на работе маме. Понкичи? Только мне не говори, что это маленький... Домашний Тануки. Понкичи? Это по... Померанин. Померанин? Это что такое? Это что-то на местном вашем? Или это что-то реальное? Померанин. Да, ё-моё. Померанин. Шпиц. Шпиц. Померанский шпиц. Ого! Понкичи, это померанский шпиц. Это вам не хухры-мухры. А почему все спрашивают меня не Тануки Леон? Я предлагаю, что она назвала собаку, и она никогда не видела этот знаменитый анимационный фильм. Я тоже не видела такой фильм, о чем речь. Глазеет. Что-то не так, извини, но... Твое глазение заставляет меня нервничать. А ничего такого! Я просто... Я не... Я не... Глазею! Я любуюсь тобой! Почему? Ты просто восхитительна! Я просто не могу достаточно сфокусироваться на твоем лице. Пожалуйста, не смущай меня. Мне нужно оставаться спокойной. Я думаю, мне стоит немножечко убавить. Так, сойдет. Должно быть нормально. Спасибо за ожидание. Все двое. Ура! Дай ей по кайфу. Аквариуму так стоит, как писсуары просто. Ну, еще как оно? Идеально! Идеально, спасибо! Дым был... Начинался... Дым начинался быть очень сильным, но ты его починила. Ты все исправила. Так, ну, походу, я все сделала с температурой правильно, и мой посетитель теперь счастлив. Продолжаем в том же духе. У меня есть в чем тебе признаться, Тору. Я очень люблю смотреть на концентрацию на твоем лице, когда ты готовишь кальян. Но есть и другая причина, по которой мне становится очень трудно отвести от тебя глаз. Как ты думаешь, какая причина? Это тебе мой вопросик. Ты знаешь ответ? Это потому, что ты любопытная насчет того, как я работаю? Это не то, что я хотела сказать, но ладно. Ты получаешь свои очки. Правильный ответ был, потому что я началась учиться кальянам в свое свободное время. О, правда? Точно. Твоя очередь задавать мне свои вопросы, Тору. А я должна? Что всегда на виду тебя, но никто этого не видит. не глупи. Это же не загадка. Спроси мне вопрос насчет кальяна. Протестируемые новые знания. Охренеть. А, ну ладно. Ну, давай начнем с самого простого. Правда или действие? Правда или неправда? есть безникотиновые и тар-фри. Что, блин, такое? А, без смол. Вкусы кальянов. Ты задаешь слишком простые вопросы? Тору, ты дурашка. ой, извини. Может быть, что-нибудь в этой нише? Ну, я думаю, что правда или неправда должно быть окей. Да я просто пошутила. Конечно, я знаю ответ. Это правда. все вкусы сделаны из листьев других, чем табак. Или даже из фруктов. О, ты даже знаешь, что я их использовала. Тогда более сложные вопросы. Что ты можешь сказать мне насчет темных листьев табака? Сегодня мы узнаем много о кальянах. Темные листья табака. Подожди, я знаю ответ. Оно очень дорого стоит, но там много негатина для богатого вкуса, что бьет тебе прямо в голову. Точно? Я впечатлена. Я тебя буду продолжать даже еще больше Тору. Я знаю и о блондиновом табаке тоже. Он не так наполнен никотином, как темные листья, но он хорошо курится после всего. Да и в блонде доступно больше вкусов. вау. Ты превратилась в входящую энциклопедию про кальяны, аму. Хе-хе-хе. Сказал же, я много чего изучила. Вот она такая деловая колбаса. Все знает, все умеет, не то что. если ты хочешь похвалить меня, то не останавливайся. Ха-ха, я восхищена твоим любопытством. Больше ну и еще ты быстро учишься. Ты должно быть уже прошла все сезоны кальяны. Я очень счастлива, что я могу разделять этот интерес с тобой. Ты уверена, что ты разделяешь интерес? Что она выглядит какой-то погрустней уже без причины. Слушай, Тора, я не читала об этих кальянов, потому что я помешана на них. Что? Ты просто не понимаешь, ты. Я сказала что-то, что ее расстроило. А что мне нужно было сказать, что все было правильно? она выделывается. С ума меня сводит. А почему вам, ребята, не рассказать мне насчет ваших семей тоже? Могу я рассказать о своей рыбке? Ты считаешь, что она твоя семья Тору? Что ты обиделась и ушла? Ну, типа того. Во-первых, она постоянно в аквариуме, но в какой-то момент я решила, что иметь рыбку это составляет мне компанию. Составляет тебе компанию? Ты чувствуешь себя одинокой, Тора? Ты живешь одна? Я могу научить тебя, как проводить великолепное время с собой. Коко, могу я тебе дать несколько идей? Подожди, где она? Извини, я хотела помыть свои руки. Вы о чем говорили? Об аквариумах? Да, и как тоже живет одна, мучаясь в своем одиночестве. Ты знала это? Ты должна быть... Ты должна сходить в парк развлечений? А, нет, мы должны сходить в парк развлечений, все втроем. Это должно быть здорово. Хорошая идея, но я боюсь, что я слишком занята на работе в этом месяце. Так что пойдите без меня. А я очень... У меня много волнений, тревог. А, у меня приступы всякой тревоги в толпах. Парк развлечений должно быть очень стрессовое для меня место, более чем развлекательное. Да вы шутите. Да пойдемте куда-нибудь вместе уже. Образвлекаемся. Так же здорово выходить куда-нибудь с друзьями. звучит конечно здорово, но помня про свое здоровье, я не думаю, что я смогу это сделать. Я сейчас чихну. Это они со своими кальянами, девки, надымили. Сейчас начихаю тут. О, Прежде чем я уйду, у меня есть кусочек тревиальности для тебя. Ой, что же это? на немецком до свидания тсучус. Есть и другие способы это сказать, но никто ну разве мне кажется, что это звучит немного по-японски? Да-да, звучит словно это немножечко в какой-то рутине комедианта. А, и с этим счет, Тсучус. А, подожди, мисс Кокора, подожди. Пожалуйста, подожди, я вызову тебе машину. О, теперь действительно поздно. Но ночи в Акихабаре все еще яркие. Здесь так много людей в этом электрическом городе. это правда, что здесь очень много освещения. Но все равно все еще очень поздно, так что будь осторожна. Ахаха, спасибо. Со мной все в порядке будут. Я возьму такси домой после всего. Я говорю тебе спокойной ночи, Рун-Рун. А, да, спокойной ночи, мисс Кокора. Спокойной ночи. Это то, что я никогда не говорила еще кому-либо до этого. Интересно, почему. Это просто формальность, но это заставляет чувствовать меня тепло. Я могу, я надеюсь, что я смогу сказать доброй ночи в следующий раз, когда она придет. не ревнуй. Я пошла домой. Я тогда принесу тебе твой чек прямо сейчас. А могу заплатить по телефону? Конечно, пожалуйста. Вот, держи ридер. Все прошло, спасибо. Я честно говоря, не знаю, что я сделала не так, но я не хочу, чтобы она уходила несчастливой. Мне лучше извиниться. Да, она заревновала, что ты с той бабехой сдружилась, а с ней нет. Ну, что, время уходить по катору? Мисс Сэма, пожалуйста, подождите. Что надо? Я испортила тебе настроение тем, что я сказала. Я очень извиняюсь. Ты все еще не понимаешь, почему я была злой? Что-то было не так с моим выбором слов? Нет! Я специально читала про кальян чтобы у меня было что-то о чем с тобой поговорить. Ну, какая-то моя. А почему? Что это там заговорила? извиняюсь, если ты не знаешь, что не так. Мисс Ама даже не оглянулась. Что она расстроилась и убежала. Это так тяжело для меня поверить, что кто-то изучал что-то, чтобы просто поговорить со мной. Я честно думала, что она разделяет интерес в искусстве кальянов. Если она снова придет, мне стоит точно извиниться. Но просит ли она меня? Ладно. Посетители ушли, время идти домой. У какая? Какая она эта обидчивая бабень? Все, поехали, закрыто. восьмой день. Ну, продолжать будем уже, конечно же, в следующий раз. Девки что-то обижались. Не, ну, с одной это мы, конечно, сдружились от души. Что там социальное? А, ты мне написала. Я уведомление... Ой. Я замечала это раньше, ты выглядишь очень счастливее, когда ты постишь свои ежедневные спешалы. Это очень забавно представлять, как ты считаешь посты очень громко. я сохраняю посты для приложения рецептов. но я остановлю... Я всегда очень смущаюсь, когда снова их считаю. Да, очень-очень все мы смущены. Так, все сохранится. Сохраняемся и продолжаем наш день уже в следующий раз. А на этом все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ставьте лайк, комментарии. Спасибо и всем пока.